Всем привет, с вами Ренат. Сегодня будет необычное видео. Я решил рассказать о том, по какой визе мы переехали в Великобританию. Несколько знакомых спрашивало меня об этом. Я решил ответить на их вопросы и записать небольшое видео. Погнали! Все началось в прошлом году, когда появилась цель поехать в Великобританию и развивать свой стартап. Вариант получить предпринимательскую визу мне не подходил, так как у меня не было на счету 200 тысяч фунтов. Получить приглашение от компании и сделать рабочую визу имел очень много подводных камней, поэтому этот вариант тоже не рассматривал. К счастью, в 2015 году правительство Великобритании ввело новый тип виз, который назывался Tier 1 Exceptional Talent. На мой взгляд, это самая лучшая виза в Великобританию. Она позволяет работать кем угодно, вести свой бизнес или работать на кого-то. Единственное ограничение по этой визе, это то, что вы не можете рассчитывать на какие-либо пособия или поддержку от правительства. Вы также не можете профессионально заниматься спортом. Например, вы не можете стать профессиональным футболистом, но окей. Также вы не можете профессионально работать в медицине. Ну это понятно почему. Это миграционная виза, которая позволяет через 5 лет проживания в Великобритании подать на ПМЖ, а еще через год подать на гражданство. На эту визу могут подать специалисты из 6 категорий. Наука, инжиниринг, гуманитарные науки, медицина, цифровые технологии и искусство. Так получилось, что эта виза появилась в нужное время. На момент подачи у меня было достаточно знаний и опыта в сфере информационных технологий. Еще со школы я начал увлекаться программированием и уже больше 10 лет занимаюсь этим. На первый взгляд требования выглядят слишком строгими. Так оно и есть. Существует строгая квота на этот тип виз, а количество желающих очень большое. На каждую из 6 категорий есть своя квота. То есть получается все эти 6 категорий делят между собой 2000 виз. Например, специалистам в области информационных технологий подается в год всего 200 виз. Как получить визу Tier 1 Exceptional Talent? Получение визы состоит из двух этапов. Первый – это прохождение конкурсного отбора. Чтобы получить визу Tier 1 Exceptional Talent, вы должны быть специалистом в своей сфере, иметь достижение и международное признание. Необходимо собрать пакет документов с рекомендательными письмами, подтверждениями вашего опыта и отправить все это в стороннюю организацию. В каждой из 6 областей, которым выдаются эти визы, есть своя сторонняя организация, которая будет рассматривать ваши документы. Специалистов в сфере IT рассматривают организацию, которая называется TakeCity UK. Это молодые ребята, которые заинтересованы в том, чтобы вы получили визу. Именно они рассматривали мои документы. Если вы соответствуете всем требованиям, то данная организация делает endorsement – это письмо одобрения – и отправляет его в Home Office. Это департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль. Существует два типа визы – это Exceptional Talent и Exceptional Promise. Exceptional Talent подразумевает то, что вы уже известный специалист. А Exceptional Promise – это то, что у вас есть потенциал стать мировым лидером. Требования второго типа немного полегче. Поэтому, если вы будете подавать на эту визу, я советую подавать именно на Exceptional Promise. Какие документы я подавал? Первое – это анкета Home Office, она заполняется онлайн. Второе – это анкета TakeCity UK, так как я подавал в сфере IT. Резюме с подробным описанием всей вашей карьеры. Рекомендательные письма от известных людей и международных компаний. Все в моей сфере. Основным критерием в анкете надо было предоставить доказательства того, что вы являетесь лидером. Тут надо было предоставить свидетельства двух или более инноваций в сфере IT. Также было два дополнительных критерия. Первое – надо было предоставить доказательства вклада в развитие сферы IT. Второе – тут надо было показать, что я проходил непрерывное обучение, развивал свои технические навыки на протяжении всей своей карьеры. Этап номер два. После одобрения со стороны TakeCity UK, Home Office вышлет вам по e-mail официальное письмо-приглашение, с которым вы пойдете в посольство и подведите на визу. Тут все просто. Заполняете документы, оплачиваете визу, прикрепляете официальное письмо-приглашение и ждете. Мы ждали три недели. Что самое интересное – визу дают на один месяц. У вас в паспорте будет эта виза сроком на один месяц, в течение которого вы должны будете въехать в Великобританию, пойти в полицейский участок и получить там удостоверение личности. Это называется BRP – Biometric Residence Permit. Это будет вашим основным документом в Великобритании. Вся подробная информация, требования и сроки будут на официальном сайте Home Office. Ссылка будет в описании. На первом этапе вас попросят оплатить сумму в 456 фунтов. Если вы проходите первый этап и получаете одобрение от сторонней организации, то вам будет необходимо оплатить еще 152 фунта. Кстати, вы сами выбираете, на какой срок хотите получить эту визу. Мне кажется, это круто. Мы с женой выбрали максимальный срок – это 5 лет и 4 месяца. Если вы подаете из Великобритании, тогда максимальный срок – 5 лет. Если вы подаете из любой другой страны, тогда максимальный срок – 5 лет и 4 месяца. 4 месяца они дают на оформление документов. Помимо самой визы вам понадобится медицинская страховка. Ее стоимость зависит от продолжительности. Так как мы выбрали максимальный срок, нам пришлось заплатить 1000 фунтов за каждого человека. Получается, в год на человека медицинская страховка стоит 200 фунтов. В итоге на человека выходит 1608 фунтов. Если вы ездите вдвоем, то умножайте все на 2. Кстати, ваша жена или муж, а также дети могут получить эту же визу без прохождения какого-либо конкурса. И у них будут те же самые права, что и у вас. Ну а теперь несколько советов. Ходите на митапы, знакомьтесь, расширяйте круг своих знакомых как можно раньше. Рекомендательные письма вам 99% придется писать самим. Так что имейте это в виду. У меня на это ушло почти полтора месяца. Начните это делать заранее. Везде пишите только правду, так как это очень легко проверить. Наличие статей, интервью с вами – это большой плюс. А иногда даже обязательный критерий. Отправляйте только те документы, которые от вас требуются. Иначе вы могут отказать в визе. Наличие юриста – это плюс, но не обязательно. В Великобритании, например, они возьмут за свою работу 4000 фунтов. Они просто отсортируют все документы, которые вы им вышлете. Я подавал без юриста, но мне помогал человек, который получал уже эту визу. Ну и главное – поверьте в себя, и у вас все получится. Если у вас будут вопросы по получению этой визы, обязательно спрашивайте. Можете в комментариях под видео. Я обязательно всем отвечу. И буду рад помочь вам.